Какое время он совершается и сколько ракатов? Молитва Тахаджуд, или ночная молитва, или ночное стояние, ее время начинается после совершения молитвы Айша. Когда человек закончил совершать молитву Айша, тогда наступило время ночного стояния, или ночной молитвы, которая заканчивается с наступлением правдивого истинного рассвета. А что касается количества ракатов ночного стояния или молитвы Тахаджуд, то пришло в хадисе, который приводится в двух сахихах со слов Ибн Умара. Да будет доволен им Аллах, что Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, ночная молитва совершается парными ракатами, а если кто-то из вас опасается наступления утра, то пусть завершит ее нечетным ракатом. Также достоверно пришло от Пророка, саллиллаху алейхи вассалям, что во время Рамадана, а также в другие времена, он не превышал в ночной молитве количество 11 ракатов. Это то, что Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, совершал постоянно, не превышая в своей молитве 11 ракатов, будь то во время Рамадана или вне его. А если молящийся добавит и совершит 13 ракатов, то в этом нет никаких проблем. Ведь пришло от Пророка, саллиллаху алейхи вассалям, в хадисе, который привел имам Муслим, со слов Зайда ибн Халлида Аль-Джухани, что он, саллиллаху алейхи вассалям, также совершал ночную молитву в 13 ракатов. Также пришло, что он совершал витр в 9 ракатов и в 7. Все это достоверно пришло от Пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Мусульманин должен молиться столько, сколько затем станет его обыкновение в ночной молитве. Потому что самые любимые дела для Всевышнего Аллаха это те, которые совершаются постоянно, даже если их количество будет малым. Малое количество дел, которые ты будешь совершать постоянно, является лучшим, чем многочисленные дела, которые прерываются и бывают оставленными. Иногда человек думает, что он не сможет встать ночью, и поэтому он совершает молитву витр сразу после Иша. Может ли он совершить дополнительные молитвы после этого, если найдет в себе силу для ее совершения? Мы скажем, что тот, кто совершил витр в начале ночи перед сном, а затем проснулся в конце ночи, он может совершить четное количество ракатов. Он может совершить два, два, два и два ракаата. И так до тех пор, сколько пожелает Аллах, чтобы он совершил. Но ты не должен нарушать свой витр. Потому что есть люди, которые совершают витр, потом нарушают его, а затем совершают его повторно. Мы скажем им, ты совершил витр два раза. Первый раз в начале ночи, и затем ты совершил его в конце ночи. Но в одну ночь не совершается два витра, а совершается только один. Такому человеку будет сказано, что если он совершил витр в начале ночи, а затем после этого захотел помолиться, то он должен совершить четное количество ракаатов. То есть то, что витр должен быть в конце молитвы, это... Мы скажем, что это предпочтительней, но дозволено совершить витр в начале ночи, а после этого совершить четное количество ракаатов. Это допустимо, но более предпочтительно, и это сунна, чтобы молящийся совершил аль витр в конце своей ночной молитвы.